Площадку для стоянки грузового транспорта, ожидающего отправки на Керченскую переправу, в Славянске-на-Кубани посетил первый вице-губернатор Краснодарского края – Джамбулат Хатуов. Вместе с представителями переправы и Республики Крым он посмотрел, как работает распределительный пункт. Чрезвычайная ситуация сложилась сразу в нескольких районах Краснодарского края. На обочинах скопилось гигантское количество большегрузов. Сейчас их более тысячи, в том числе и в Славянске-на-Кубани. Всем нужно в Крым. Однако дорога туда затянулась. Причин несколько. Поломка парома, который предназначен для переправы многотонных грузовиков, затяжной шторм на Керченской переправе и ремонт причалов в порту. Из-за этого мест на парковках просто не хватает. Новая парковка для большегрузов появится и в Славянске-на-Кубани. К маю единая транспортная дирекция планирует завершить её строительство. Парковка рассчитана на 406 автомобилей. На ней будет предусмотрен весь необходимый бытовой сервис для удобства водителей. Рабочая группа специалистов администрации Краснодарского края во главе с первым вице-губернатором Кубани Джамбулатом Хатуовым на месте оценила ситуацию. Пожарный въезд. У нас дорога, мы говорили, что по ней её надо сделать. И пока у вас там идёт консолидация, вы заинтересованы, чтобы быстрее была эксплуатация. Можно было заводить автомобиль. Это будет сделано или нет? Это будет сделано. Вы в каком исполнении сделаете дорогу? Дорога будет отсыпана щебнем и она будет упадана. Когда она будет готова? Три дня. Три дня. То есть, через три дня она будет готова? Через три дня она будет готова. Требования, которые есть? Спасибо. Электричество работает? Электричество работает. Да. Он включили? Да. Туалеты? Туалеты три дня тоже ещё. Три дня на то, чтобы они были готовы? Они все сделаны. Пока строительство площадки для большегрузов ещё не завершено, водители ждут своей очереди отправки в Крым в распределительном пункте на Маевском шоссе. Там стоят сотни машин. Многие водители находятся здесь уже не первые сутки. С ними также встретился и пообщался первый вице-губернатор Кубани. В ближайшее время будет введена диспетчеризация, электронная регистрация, которая это напрочь всё сотрёт. Сейчас, до этого времени, всё же, мы будем исходить из того, что у вас здесь будет информация. В ближайшее время только не здесь, а на ту парковку мы выведем монитор, и вы будете видеть, как там идёт погрузка. Об условиях, в которых находятся водители большегрузов, представителям краевой власти рассказал глава Славинского района Роман Синеговский. На временной парковочной площадке для водителей организован регулярный подвоз воды. Обеспечен санитарный порядок и горячее питание. Автобус возит желающих в городскую баню. Общественный порядок обеспечивается сотрудниками патрульно-постовой службы и казачьей дружиной. Сегодня на паромной переправе делается всё возможное для уменьшения очереди.